Конституция осталась без света. В Атьму погрузилась не только улица Конституции, но и почти весь степной поселок. Свет погас накануне около двух часов дня. Воскресные дела людям пришлось отложить. Машинка остановилась, стояла. Холодильники все сколько стояло. Считай, что в школу готовиться надо везде готовить, ни света, ни чего. Сейчас вечером-то поздно, уже в пяти часам уже темно становится. Ну, что все делали, а что делать больше? Мы сельчика зашигали. Я видел машину, приходила, ну, спецоборудование, ну, лифтерная машина. Вывеска на ней, на этой машине. Видимо, кто-то застрял и вызывали. Возволять из лифта пришлось и посетителей торгового центра «Север». Несколько человек в буквальном смысле застряли между этажами. Внезапное отключение электроэнергии реализовало работу магазинов и кинотеатра. Сотни посетителей были вынуждены прервать просмотр фильмов и покинуть залы. По техническим причинам сеанс прервался. Мы спустились, начали выяснять, в чем же дело. Парень, который у двери стоял, сказал, все нормально, успокойтесь. В семи залах нету света, нечего паниковать. Деньги всем зрителям, конечно, вернули. Но настроение у многих оказалось испорченным. Придется еще раз идти. Ну, во-первых, продолжительность фильма 2.40. То есть мы два часа уже посмотрели. Осталось там буквально 40-50 минут и все. До конца не увидели. Самая развязка была, да. Оставшиеся без света оренбуржцы делились впечатлениями в интернете. У нас на Всесоюзной нет света с обеда. Сидим в темноте, как в бункере. Когда уже будет свет? У меня тоже нет света. И на телефоне батарейка садится. Что может быть лучше незапланированного вечера при свечах? Ребенка надо купать, гладить вещи в сад, самой собираться. Тут уж не до романтики. А еще до глубокой ночи люди обрывали телефоны аварийных служб и муниципального диспетчерского центра. В муниципальный диспетчерский центр поступило около 1200 звонков. Люди звонили, интересовались, по какой причине отсутствует электроэнергия. Операторы давали консультацию. Ну и как появилась информация по срокам, давали информацию. Свет начал появляться в квартирах к 12 ночи. К 2 часам электроснабжение удалось полностью восстановить. Оказалось всему виной повреждение кабельных линий. Сегодня энергетики отчитались. Устранить аварию быстро не получилось в силу объективных причин. На сроки восстановления линий сказались объективные факторы. Кабель проложен под землей на глубине почти метр. Грунт промерзлый. Требуется время, чтобы обнаружить место порыва, провести раскопки, устранить повреждения и закопать траншею. А также провести испытания восстановленного участка кабельной линии. Только после этого возможно включение. И хотя ситуация действительно оказалась нештатной, авария оставила неприятный осадок. Ведь произошла она аккурат накануне профессионального праздника энергетиков. Юлия Гафарова, Владимир Семенов. Наше время.